Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о таком известном производителе удобрений и грунтов, как Гера. Компания Гера, которая была образована в 1993 году, давно уже на рынке садовой продукции, и это хорошо зарекомендовавшая себя компания, и основной продукцией этой компании является удобрением. В линейке продуктов компании Гера, а значок фирменный этой компании вот такой, есть как традиционное удобрение, это и карбонит, и аммиачный селитра, и азофоска. А вот отличительной чертой удобрений этой компании является еще и гуматизированные удобрения, то есть это минеральные удобрения, в которых добавлен гумат. И эти удобрения по цвету немного отличаются от традиционных и имеют другой немножко цвет. Сейчас я вам покажу, какой они имеют цвет. Вот этот коричневатый цвет придают им именно гуматы, которые составляют как бы оболочку вот этого данного удобрения. Для чего нужны вообще гуматы? Кроме питания они еще и стимулируют рост растений и заставляют растения быстрее расти и лучше цвести. Среди удобрений компании Геры есть как универсальные удобрения, так и специализированные. Очень хорошее удобрение картофельное. Это удобрение не содержит хлора, потому что хлор угнетает рост вот именно картофеля. Есть удобрение для клубники и земляники. Как известно, в это удобрение должно содержать повышенное содержание калия. Если мы посмотрим на состав, как раз можно и увидеть, что калия здесь 15%. Есть удобрение отдельно и для цветов. Цветам также нужен фосфор и калий, но там также нужен и азот. Кроме удобрений эта компания выпускает грунты. И вот по грунтам здесь отдельный разговор. Грунты компании Геры есть как универсальные. Вот, например, такой грунт, так и специализированные грунты. Интересен очень грунт для рассады. Интересен грунт для томатов и перцев. Ну и также грунты для различных комнатных растений. Мы увидим здесь, что это грунт содержит в себе озерный сапропель. Озерный сапропель это вот тот ил, который в течение многих лет накапливается в озерах, и он является очень хорошим удобрением. Грунты компании Геры состоят из торфа. Из торфа разной степени разложения. Вот сейчас мы поизучаем, что из себя представляет грунт. Во-первых, этот торф низкой степени разложения, вот можно увидеть. Вот этот торф служит разрыхлителем. Дальше вот этот коричневый, темно-коричневый торф, это низинный торф. Вот как раз именно вот этот торф и содержит теплодородные питательные вещества, с помощью которых питается растение. Торф вообще субстанция кислая. И прежде чем попасть в пакет, весь торф проходит процесс раскисления. В него добавляется доломитовая мука. И вот здесь еще мы видим вот такие включения. Это перлит. Перлит помогает увеличить влагоемкость грунта. И перлит помогает сделать грунт еще более рыхлым. Перлит быстро берет в воду и медленно ее отдает. Поэтому вот в таких грунтах рассаду и другие растения пересушить довольно-таки сложно. вот состав грунта. И плюс еще здесь есть вот этот озерный сапропель. Он не очень здесь хорошо виден, потому что он также имеет коричневый цвет. Он придает грунту плодородие. Весь грунт перед тем, как попасть на прилавок, попасть в пакет, освобождается от сорных трав. И вообще, вот многие задают вопрос, почему грунты делаются из торфа. Дело в том, что в торфе мало того, что все хорошо растет, но и очень плохо заводятся всякие патогенные микроорганизмы. Намного хуже торф поражается вот этими патогенными микроорганизмами, чем садовая земля. Почвенные смеси полностью готовы к применению. Останется только засыпать в емкости. И отдельно есть еще такая смесь для рассады. Сюда, кроме всего прочего, добавлен еще сахалинский гумат. Сахалинский гумат простимулирует схожесть семян, которые посажены вот в эти грунты. Вся продукция проверена, вся продукция снабжена сертификатом качества и разрешена для продажи в розничных магазинах. Поэтому смело можете покупать продукцию компании Геры, а наши советы помогут вам вырастить как хорошую рассаду, так и хороший урожай.